Очень популярный, выдавал себя за зверя 666, создал такой Дарквейв в музыке. Течение от его последующих варианций. Current Night is River, группа такая, Current 93, сюда приезжает в Москву, Дартфолк. Ну, вот, на всяком случае, человек, который так вот, ну, очень смачно, красиво, эстетично, бреден в культуре. То есть создавал акультические системы, говорил, что он сатана, и, в общем, такая была живая берета, мистификация. Однажды Алистер Кроули написал о своем посвящении. В ту ночь, писал он, целые 8 часов Бог и сатана бились между собой за обладание моим сердцем. Бог, естественно, победил. И лишь много позже мне стали закрыться сомнения, а на самом деле победивший был Бог. Очень хористское размышление, то есть, как бы, должен был, по идее, победить Бог, потому что он сильнее. Так. И, по большому счету, важно не утверждение Кроули, а важно его сомнение. Сомнение, парадокс, Каан. Это как раз, вот, собственно говоря, сатанисты анти-нонконформистские, антиполиткорректные. Они представляют собой сочетание крайних анархистов, новых прав, на самом деле функционеров, авангардистов, хиппи, людей, архаиков, наркоманов. То есть, все то, что не вписывается в американскую культуру, что остается за гранью этой американской культуры, что не хочет просто торговать. И вот такие революционные сатанисты, они, как правило, обращаются к теремизму, к Алистеру Кроули, и сападажно называются то коммунистами, то фашистами, как нам придется, то анархистами, то большевиками. И, конечно, все тоже, на самом деле, не серьезно. Но их сатанизм сводится к отрицанию парадигмы мета-языка современного мира, который в американской культуре и в современной американской жизни является доминирующим. Ну и, соответственно, ну что же можно сказать, что такого рода сатанизм представляет собой некоторую экстравагантную, недоделанную, странную, несовершенную, но форму традициональную. Такого рода, скажем, вполне корректного и приемлемого. Конечно, Кроули, который является высшим авторитетом революционного сатанизма, вот Геннон его, как бы сказать, не особо не ценил, называл его Петрушкой, но Кроули, кстати, давно не оставался за одну из песен, он называл, да, Геннона Макакой, потому что фамилия Геннон по-французски это Макака. Ну так они обменивались любезностями, конечно, в мире они жили, соответственно, довольно близко, потому что половина учеников Геннонов были как Кроулианцы, а половина Кроулианцев были геннонистами. И поскольку это был общий протест против парадигмы метроизыка современного мира, понять можно, собственно говоря, это некоторый такой вот, ну скажем, гротескный, бандажный, авангардно-анархический элемент, собственно говоря, противостояния парадигмы современного мира. Это революционный сатанизм, который не надо путать с сатанином Майдран и чикагских, чикаговой с чикагских мальчиков, последователей Доро-Соросова и рыночного сатанизма.